всем привет чуть-чуть я процессов обозрел как это правильно сказать сейчас обзор процесса вот сейчас работаю над детским альбомом для совместного проекта клены боссы с полки вон так вдруг я обнаружил что у меня есть остаточки коллекции к сожалению название я не знаю что-то там связанное вот с единорожком и и и и и и эти хлопушками да здесь вот такие вот сделаны из чуда но в общем такие карточки очень нежные принцы вот девчачьи по-видимому хотя тут есть и братик вот но это девчачка лекция про бриллиантик про может быть кто-то узнает что это за коллекция и чья она напишите пожалуйста в комментариях потому что название у меня нет вот одни только листочки обрезанные резочки вот такая вот такой шрифт может быть кто знает потому что у меня был какой-то лист вот с вырезалочками я помню просто лист никто присылал и я вот эти вот вырезала слова да это высечки а то еще было вырезал очки были и вот этот шрифт мне кажется он как бы ну не то что неповторимая ну да единственный узнаваемый вот слова слова правильный узнаваемый может быть поэтому шрифту можно узнать коллекцию я вот к сожалению не знаю такие там сердечки еще но в общем-то смысл тут много про единорожку все все и я решила сделать детский альбом для девочки вот он не стандартного меня размером размера получается сейчас замеры 24 на 20 21 21 до на 20 половиной то есть это будет с обложкой 25 на 21 да вот так вот фиолетовом цвете и очень-очень нежный видите вот сейчас может быть кто-то сейчас узнает эту коллекцию про хлопушки а листы отдельно у меня были тоже как-то и в обменах где тут что-то не мелькали на барахолке я брала отдельно вот если листами там продают попадались но название честно сказать не знаю вот эти вот морковки хотя вот мне кажется это вот морковки были в другой коллекции какой-то не видно видно сейчас попробую сфокусировать получше мне кажется вот эти про зайчика были морковки не знаю может быть я что-то вот но смысл какой альбом нежный и везде у меня такие вот закрывашечки кроме одного момента на тоже как здесь розово-сиреневая такая коллекция коллекции гамма цветовая и также я решила сделать альбом с рождением хотя не знаю есть у меня наверное сейчас на данный момент из в наличии нет с рождением есть один альбомчик на беременность для мамы до больше есть один альбомчик сейчас новый даже не один три наверное альбомчик для мальчика с рождением вот одну сторону правда видно сейчас я попробую повернуть немножечко так ну видите то здесь тоже на тэжике закрывается не знаю показалось это мило и такие большие я сделала вместительные кармашки для фотографии можно вот так 10 на 15 вложить можно вот так вложить то есть уже сколько там сколько ну сколько получится по уму да не перегибая палку так сказать ну и не знаю говорят до пяти то можно вкладывать фотографии мне кармашки основном идут для тэжиков или записочек я что-то такое в основном делаю подложек больше но здесь не во первых у меня было ограничено количество розового карт-дока который вот я тут использовала вот здесь по фотографии размещаются на подложке здесь размещается и опять кармашек для фотографий вот можно вертикально можно горизонтально горизонтально она полностью туда уйдет фотография нужно чтобы думать чтобы доставать вот можно так размещать вертикально и вполне себе все будет закрыто все все хорошо вот так под ложечкой закрывается под бы фотографии не треплются впервые я такое делаю конструкцию нигде не подглядывала так сказать не знаю может быть это и видела мельком но так почему-то мне идея пришла сделать подложки и кармашки во-первых это не такая сложная конструкция нет не так все сложно здесь вот такая вот перочка а также что еще мне понравилось добавлять скрепочки надо будет приобрести скрепочек да таких цветных красивых скрепочек у меня были но у меня дочка забрала все что было на урок она у меня учится на дизайн первая у меня дочка закончила дизайн вот но там больше было дизайн ну в принципе много общего много общего они просто одна дочка учится закончила у них институт по дизайну а вторая техникум по дизайну немножко разные и задание но и пересекающиеся в общем что-то там было честно сказать работы я еще не видела что она сделала но там было очень много нужно скрепочек цветных какая-то была идея хочется посмотреть что у нее получилось может быть я себе эту идею возьму вообще очень интересное у них занятия не занятия задания но техникум конечно настроен на самостоятельную работу в институте было еще больше самостоятельной работы и там очень много было теория просто очень много потому что я и помогала здесь тоже использовала здесь карточки закреплены их можно куда-то там приклеить будет можно написать чтобы на них просто кармашку чтобы они не затерялись я их вот так вот прицепила их можно и вот сюда вывести при желании да ты уж хорошо смотрятся ну в общем по крайней мере мне идея понравилась такая со скрепочками а вот в прошлом альбомчике я делала для мальчика там с рождения вот он у меня здесь лежит никак не нарадуюсь смотрю красота на кольцах хотя я не очень люблю на кольцах но это на кольцах и он довольно таки милый вот здесь я использовала скрепочки и закрепляла различные элементы на скрепочке кто не видел есть обзор есть вот здесь тоже карточка то есть вот она как бы вот он с рождения и здесь меня зовут я родился и так далее здесь предполагается фотография ну не знаю может быть с выписки из роддома или первой фотографии дома или из роддома фотографии что такое и тут как бы пояснение вот а дальше я конечно все скреплять скрепочку я начала скрепочки понадобились и я на степляк прикрепила вот это два месяца три месяца тут по месяцам и тут фотографии мне очень понравился как как у меня получился этот альбомчик очень милый очень нежный ну все мамочки очень любят своих ну не все но большинство конечно есть исключение будем о них а так мамочки конечно испытают большую нежность к своим и мальчикам и девочкам родившимся вот и поэтому альбом очень в тему мне кажется вот здесь также всем известное кружево я использовала ромашки да тоже есть пока еще надо будет наверное перезаказывать сейчас то что соли так у кого я смотрела видео по моему юлию метро там если правильно называю у нее там как-то она сказала хитро можно обмануть али и заказать потому что проблема то не только у меня там пишут что с вашей страны невозможно с вашими картами заказать она как-то говорила там перезайти надо потом выбрать в корзину потом перезайти с главной страницы в общем я пробовала и у меня все равно не выходит а так вот я это кружево беру конечно брала соли и она там гораздо дешевле чем конечно в скраповых магазинах то есть но есть наверное где-то дешевле да можно найти и дешевле но там еще доставку надо учесть пока у меня такая заготовочка она один два три разворота бумажный у меня тут переплет все просто вот из полностью отдельно не сшила переплет это тоже быстрый вариант особенно сусоли вот это мне некогда конечно я и делаю и шью самаюсь и такие переплеты какие как это называется профессиональные и такие делаем но это более быстрый вариант и мне осталось обложку сделать и что я думаю я думаю что обложку я тоже буду делать бумажную. Мне понравился бумажный вариант обложки. Вот из такого карт-стока. Бумаги у меня больше нет. Я ее использовала и на кармашке, и на все тут. И на обложке, и на страничке, и на кармашке. Даже подложки, конечно, я не сделала. У меня тут частично не хватило карт-стока. Частично применено. Думаю делать бумажную также обложку. И так как она будет однотонная, где-то здесь будет композиция какая-то, возможно, сзади. Вот я сейчас посмотрю, я уже не помню сзади. Сзади у меня тоже здесь сделано. Вот, наверное, так украшу. Может быть, кружева тоже добавлю, смотрю. Потому что бумажные обложки я не так часто делаю на альбомах. Может быть, второй, а может, даже первый раз. Но недавно делала мальчиковые с рождения еще один альбомчик. И как babybook. Там тоже я сделала бумажную обложку, чтобы мне в эту сторону потянуло. Попробуем так пока работать. Ну что, могу показать еще стеночку. Я немножечко подукрасила. А, наверное, не могу. Там одна работа еще не выставлена. Частично покажу. Сейчас частично покажу. Так, могу вот так показать. Вот так. Красиво у меня. На самом деле, в целом, еще более красиво. Так, вот так покажу. И здесь ниже тоже центр не могу пока показать. Это у меня мы делали на мастер-классе броши. А завершено у меня здесь расписание школьное, которое в прошлом году мы делали в сентябре вот тут. Или в сентябре. Очень, мне кажется, удачный вариант. Пока висит. Как образец, мне его жалко. И здесь у меня вот прекрасные бантики. Не могу никак провести этот мастер-класс. У меня никак не удается. Я его несколько раз назначала, и что-то шло не так. Но, надеюсь, как-то проведу. Либо просто все сама переделаю. Заготовки у меня уже готовы. Там заготовки все лежат. Осталось просто склеить. Не хватает времени. Сейчас еще закончился клей. Клеевой пистолет. Обычно подольше придется клеить. А так, от процесса я большое удовольствие получаю. Мне кажется, это красиво. У меня тут получается все. Может быть, не так красиво, как у каких-то девочек, которые постоянно этим занимаются. Но мне нравится. Я довольна. У меня ребенок постоянно забирает, играет этими резинками. Вот. Тоже, видимо, мне нравится. Но не закалывает, конечно. Просто рассматривает. Пока такие вот дела.